Решение, которое вызвало целую бурю и в реале, и в виртуале. Президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности о блокировке в Украине российских соцсетей и интернет-сервисов. Казалось бы, звучит просто, но на деле затрагивает интересы миллионов украинцев. Одним только ВКонтакте пользовались почти 16 миллионов человек. А еще одноклассники, Яндекс и бухгалтерская программа 1С, которую применяли большинство украинских компаний. Украинские провайдеры теперь обязаны закрыть доступ к этим сайтам. И многие уже выполняют это решение. Почему оно принято и может ли быть отменено? Посмотрите в нашей справке. Мейл.ру, ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс. Их всех забанили. На этой неделе Петр Порошенко подписал указ о расширении экономических санкций против России. В черном списке почти 500 юридических и больше тысячи физических лиц. Среди них сайты лаборатории Касперского, поставщик софта для делопроизводства 1С, программы, с которой работают бухгалтеры и самые крупные российские интернет-компании, в частности соцсети. Эти мережи используются для, с одного боку, незаконного сбора информации. С другого боку, через них ведется фактическая информационная агрессия против нашей Украины, кандовая пропаганда. Они используются даже для вербовки агентурной сети российскими спецслужбами. Именно это официальная причина блокировки. Мобильные операторы уже закрыли доступ. Интернет-провайдерам нужно время. На весь процесс мы считаем, что будет потребен неделю. Не желающих блокировать доступ ждет штраф. Другое дело бухгалтерская программа 1С. Ею пользуются почти все предприятия Украины. Запретить ее значит спровоцировать коллапс. Поэтому она будет работать до конца года. И закроют ее только для государственных бухгалтеров. А вот запрет соцсетей многие назвали именно вмешательством в частную жизнь. Удивились и в мире. Генсек Совета ЕС Турбьерн Ягланд сказал, что это ограничивает свободу слова. Критикуют решения и международные правозащитники. В украинском министерстве информполитики парируют. Вконтакте одноклассники никогда не были форпостом свободы слова. А вот ресурсам для пророссийской пропаганды – да. К тому же ограничения – это мировременные. Но проблема в том, что полностью закрыть доступ к интернет-ресурсу невозможно. Соцсети отреагировали на запрет моментально. Вконтакте одноклассники разослали пользователям инструкцию, как обойти ограничения. И теперь пользователи российских сайтов перед выбором. Или идти к запретному плоду обходным путем, или искать альтернативу.